Всем привет, с вами Нафаня, и сегодня у нас будет самоделка на нейтральную тему. Такие самоделки выходят у меня не часто на канале, но я думаю, они тоже имеют право быть. И у нас будет такая разурзочная неделя, там где мы посмотрим самоделочку, на которой изобразил отряд бандитов или же команду, которая решила вскрыть вот такой вот гараж и забрать вот тут ценные вещи. Как мы видим, они подъехали сюда со своей машиной, у которой есть крюк, с помощью которого они хотят вскрыть этот гараж. Гараж у нас находится возле кирпичной стены, видимо это где-то за городом или же в каком-то переулке, то есть видим, что здесь особо нет никакого населения. И я думаю, мы будем рассматривать сначала фигурки, а потом перейдем к обзору самой же сценки и машины, то есть и что у нас в округе. Начнем, пожалуй, вот с этой фигурки. Это фигурка женского пола у нас. Она у нас стоит и смотрит, чтобы поблизости никого не было, чтобы никто не заметил, чем они там занимаются. Мы видим, что на ней есть красная рубашка-накидка, она закрывает ее заключенную форму, чтобы не так было заметно. У нее вот такие вот болотные джинсы, болотного цвета или же это штаны. Одно выражение лица у нее вроде бы, да, и вот такие вот рыжие волосы. Сзади же принт у нас этой же красной рубашки и больше у нее ничего нет. То есть у нее в руках нет никаких аксессуаров, ни бинокля, ничего. Она просто стоит и смотрит, чтобы их не заметили. Следующая же фигурка у нас вот такой вот бандюган в кепке в красной. У него есть динамит. Видимо, он решил на крайние меры пойти и взорвать к гаражу, чтобы долго не всылаться здесь возле него. Может быть, у них уже осталось очень мало времени. Эта же фигурка у нас. У него вот он тоже. У него рыжая борода. Очень красивая фигурка. Давайте снимем кепку. Очень красивая фигурка. Она мне очень нравится. У него есть вот такой вот комбинезон. И опять же, под низом у комбинезона у нас есть форма заключенного. От нее никуда не спрячешься. У него также одно выражение лица. И можем видеть, что у него даже есть золотой зуб. Фигурка очень классная и она мне очень нравится. Так. И последняя фигурка у нас. Она находится вот в этой машине. Давайте мы его достанем. Вот такая вот у нас фигурка. Тоже бородатый дядька. У него, как мы видим, есть строительная такая вот форма с рефлективными полосками. Сзади же у него тоже мы можем видеть динамит. Он спрятал себе за пазуху. И вот тут вот у него есть всякие ремешки. И опять же, под этой формой у него видна форма заключенного. Он тоже у нас такой вот бородатый, со скалом. Сзади же у него нет никакого выражения лица. Этому фигурки мы посмотрели. Вернем нашей машине к крышу и будем рассматривать саму машину. Я думаю, мы с математикой отвернем в сторону и возьмем уже нашу машину. Как мы видим, вот такой вот у нас транспорт. Это красная машина на очень больших колесах. Видимо, это какой-то был внедорожник, переделанный под такой вот буксировщик, наверное. У него здесь тут буксирочный кран. Но они им решили сорвать окна и попасть в сам гараж. С этой же стороны у него есть гаечный ключ. А с этой стороны пока ничего нет. Видимо, там лежал вот такой вот ломик, который снял один из бандитов, чтобы пойти и поставить свой динамит. Здесь же у него есть такой вот бампер. Обычная машинка, то есть такой вот пикап, переделанный под буксировочный транспорт. Вот у него такой вот есть крюк. Думаю, машинка очень крутая и можно будет использовать ее во всех самоделках. Есть же у него тут сигнальные огни такие вот, наверное, чтобы не стоять в пробках, а проезжать. И как мы видим, очень массивные крутые колеса, которые выходят у нас за арки автомобиля. И автомобиль очень крутой. И как мы видим, что у него колеса на разном уровне. То есть эти немножечко ниже, эти немножечко выше. И создается впечатление, что она немножечко наклонена вниз. И, наверное, мы будем убирать эту машинку и смотреть же местность, вокруг которой тусуются наши бандиты. И вот наше место, на котором тусовались наши бандиты. Сам же гараж и вот такая вот кирпичная стена. Здесь мы видим люк есть сливной, чтобы вода не задерживалась на асфальте. Здесь мы можем видеть, как ползет мышь. Есть вот три мусорных контейнера. Один даже бак, в котором лежат огрызки и какие-то испорченные фрукты и различные продукты. Видим банан, морковку и там у нас лежит яблоко. Здесь есть у нас такая вот отсылочка к Джокеру, разыскивается Джокер. И там у нас есть красное перило с этой же стороны. Мы видим, что возле гаража выросли кустики. Видимо, здесь никто давно не убирал. Стоит же стол посвящения, чтобы здесь не было темно. И есть еще один маленький заборчик, возле которого у нас ползет еще один паук. И там же тоже мы можем видеть один забор. Как мы видим, все окна у нас закрыты вот такими вот решетками. То есть, чтобы никто не заглядывал в гараж и не понимал что там. Но наши бандиты их взломают и посмотрят, что же находится в гараже. Сам же гараж я сделал съемную крышу. Я думаю, гараж очень похожий. Думаю, он такой невзрачный. То есть, потому что толком на гараже ничего можно было бы и не делать. Но крыша у него хорошая. Она очень похожа на тот же гараж, который мы видим в поседневной жизни. Поэтому давайте мы уберем крышу гаража и посмотрим же, что же у нас внутри. Она снимается вот так вот очень легко. Я скрепил просто четыре таких вот плиточки крыши между собой. И получилась у нас одна сплошная крыша гаража. Так, а в гараже у нас, как мы видим, очень много ценных вещей. И, наверное, чтобы у нас все растворить ближе, я возьму другой ракурс, чтобы мы поставили все это сверху. И вот как наш гараж выглядит внутри. Я думаю, можно убрать еще вот эту вот деталь, чтобы она не загораживала нам весь вид. В гараже мы видим, у нас есть два мотоцикла. Видимо, это очень хорошие мотоциклы, которые наши бандиты хотят украсть и рассекать на них по городу. Здесь есть черный мотоцикл с такими вот крутыми золотистыми дисками. И есть синий мотоцикл с обычными серыми дисками. Они без наклеек, просто такие вот цветные мотоциклы. Внутри же мы можем видеть небольшие подставки, на которых они стояли. Есть такие вот заборчики возле гаража, в которых у нас торчат различные инструменты. Видим, здесь есть монтировка. В этом же углу мы можем увидеть тележку, на которой у нас есть запасные колеса, наверное, для этих мотоциклов, если уже кто-то пробил на нем. Там же у нас есть ящик, на котором висит рюкзак. И есть очень много инструментов. Там лопата, гаечные ключи, то есть, и опять же, монтировка. Сварочный аппарат, видимо, стоит в углу. С этой стороны у нас есть газета. Столик, на котором можно было попить газировку. Стоит у нас кружка. И есть небольшая полка, видимо, это мотоциклы каких-то спортсменов, которые участвовали в гонках. Они зарабатывали награды. И висит у нас тут такая вот гитара. Возможно, кто-то из них очень любит музыку или какой-то рок-гитарист. Думаю, по гаражу больше сказать-то и нечего. Внутри особо ничего нету. А то, что было, мы уже посмотрели. Я думаю, мы соберем все это до кучи и перейдем на основной ракурс. И вот я расставил все по местам. Я думаю, самоделочка вам понравилась. Она получилась очень маленькая, но очень крутая, как по мне. Все сбалансировано, детализировано. И такая вот приятная сценка, на которую мы рассмотрели, как бандиты хотят взломать гараж и забрать оттуда крутые гоночные мотоциклы. Ну, а если тебе понравилась самоделка, то обязательно поставь палец вверх. Мне будет приятно, тебе будет несложно. И это будет меня мотивировать на другие крутые видеоролики. Еще же, я хотел бы вас попросить, если вам нравится формат таких вот самоделок и вот таких вот видео, там где у нас будет маленькая самоделка, вы обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я знал, что делать ли вам такие маленькие самоделки или же делать большие. Но на это будет уходить больше времени и видео будет выходить реже. Так что, еще раз прошу вас поставить большой палец вверх, подписаться на канал, если не сделали этого ранее. Также обязательно ставь колокольчик, чтобы не пропускать другие крутые видеоролики и смотреть все самым первым. А я буду с вами прощаться. До следующих новых видео. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok